Итак, ребят, что у меня пришло? У меня пришло два телефона. Давайте посмотрим, какие. Да, что ж такое? Еле высовываю. Все, вынул. Ура, треснутая коробка от стекла. Давайте проверим, не знаю, зачем я это делаю. Нет, стекло живо. Все хорошо. Сейчас я немножко отдышусь, что-то как-то тяжеловато мне далось. Открытие данной коробки. Ура, ура, ура. Силиконовые бампера. Нафиг, нафиг, нафиг. Итак, она, знаете, она такая. Как умудрились вот так вмятину-то поставить. Блин, ребят, ну... Ох, она шикарная. Она, ребятки, шикарная. У меня визитки такие были. Они стоили по 10 рублей. И они были очень приятные. На ощупь. Вот. Как все внутри-то красиво и приятно. Прямо вот... Ух... Еще вот так вот открывается. Не будете, я телефон поймал. 3.0. Видите, написано. Да не видите. Не хочет фокусироваться. Но здесь написано 3.0. Касаемо 1. Касаемо 2. Зарядочка. Адаптер. Жукера, жукера, бамбукера. А это мы попозже, поподробнее посмотрим. И все. Не густо. Хотя нет, смотрите. Да? Здесь надпись. Зюк. Здесь... Да и ничего здесь, короче, интересного нет. И давайте посмотрим, насколько второй телефон будет похож. Очень сильно он похож. Ну, вот. Кобелетчик уже, конечно, попроще. И что мы имеем? Ну, ребят, у этого, что справа, более глянцевая пленка, у того, что слева матовая пленка. А здесь датчик, видите, справа камера. Здесь камера, видите, слева. Если мы посмотрим сбоку, то здесь мы видим отсек для сим-карты, карты памяти. Значит, громкость включения все то же самое. И здесь более квадратная... Не квадратная, да? Более квадратная. И более толстая стеночка против вот этого более мягенького. А так, в целом, очень похоже. За исключением того, что это Жук Z2, а это Жук Z2 Pro. Ребят, сзади они кардинально отличаются. Здесь у нас, видите, какой еще и датчик, помимо прочего, добавляется. О том, что это за датчик, я вам расскажу, опять же, попозже. Очень-очень-очень-очень прикольно они выглядят. На iPhone, на самом деле, похоже. И что интересно. Интересно то, что данный Жук Z2 имеет 4 гига оперативки, 64 в стройке. А вот Жук Z2 Pro 6 гигов оперативки и 128 гигабайт встроенной памяти. То есть, это вообще, ну, монстру-челы, телефон-монстр, короче. Абсолютный телефон-монстр. Значит, ну, видите, да, тень падает, все дела. А почему это происходит? Потому что сейчас ночь. Поэтому в данном видео я делаю небольшой анонс. И, собственно говоря, быстренько его вам показывают. Ну, телефоны интересные. Далее я иду, скачиваю на них программы, начинаю делать там стандартные тесты, делать с них скриншоты и так далее и тому подобное. Пока я это делаю, вы видите данное видео. И для чего оно нужно? Вы можете задать какие-то вопросы, которые вам будут интересны в обзоре. То есть, обзор будет какой? На один и на второй телефон. Возможно, сделаю также сравнение, да, там, обзор-сравнение. Поэтому жду ваши комментарии, ваши вопросы и, собственно говоря, возможно, виды из меню, обзор данных телефонов. Они на самом деле интересны. То есть, ну, телефон 6128, это, ну, прям вот, на самом деле интересны какие-то, может быть, особенные тесты. За всем все, пойду, попрощаюсь с вами, буду трогать эту коробку. Она реально очень классная на ощупь. Пишите, пишите и скоро будет обзор. Всем всего, до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok